Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад вас приветствовать. Сегодня пятая наша конференция. Незаметно прошли шесть лет, как мы мониторим рынок электронной торговли, электронных торговых площадок. И, в общем-то, за это время произошло довольно много изменений. Если 5-6 лет назад мы пришли на высококомпанирующийся рынок, где все росло минимально не трехзначными темпами, то сейчас рынок вошел в новую стадию зрелости. Эта стадия зрелости, она вносит в себе определенные и плюсы, и минусы. Об этом хотелось бы сегодня поговорить. Для старта я посмотрел сценограмму нашей прошлогодней конференции. И вот три момента, которые волновались всех год назад. Это то, что есть интрига с госрегулированием, и она не разрешилась. И в тот момент вроде бы она уходила на второй план. И все говорили, что интрига есть, но она где-то там, где-то не совсем явно на нас действует. Потом рынок вышел на уверенная повышательная тенденция, и появились ограничители роста. Стало понятно, что рынок уже так быстро расти не сможет. Если посмотреть на итоги этого года, то интрига с государством, она не только не разрешилась, но как-то она, я так понимаю, немножко давлеет над рынком, может быть, я ошибаюсь. То есть мы об этом, как-то, наверное, еще расскажем пару слов. Дальше повышательная тенденция вышла в том, что рынок вышел на докризисные показатели. Что касается ограничителей роста, мне кажется, что экстезивный рост закончился. Дальше надо что-то делать с интенсификацией роста. А если говорить о росте. Ну вот это мои некие умозаключения. Теперь о том, как мы построим работу традиционно наш короткий аналитический доклад. Сама аналитическая записка есть у вас в раздаточных материалах. После этого мы проведем краткий интерактивный опрос, чтобы понять мнение профессионалов. Дальше дискуссия, которую мы проведем в течение двух часов. Итак, Дмитрий Миндович, руководитель проекта, краткие итоги нашего исследования. Спасибо. Как Дмитрий Миндович сказал, мы проводим нашу исследование пятый год подряд. Все это время оно было основано и сейчас основано на ангетировании крупнейших российских компаний, которые проводятся в рамках подготовки рейтинга крупнейших российских компаний РАЭК-600. В этом году ответ на заполнение 72 компании. Ну и плюс ко всему дополнительно в этом году обнастигали крупнейших операторов электронных кабинетов площадок. И вот каким выводом основным эффектом. Во-первых, объемные показатели средней компании наконец достигли до-кризисного уровня, но по нашему мнению этот рост имеет такой вздухающий характер. Во-вторых, заказчики по-прежнему демонстрируют положительную динамику в своих оценках качества сервисов, ВТП, но при этом в первый раз за все время наблюдений снизилась их оценка эффективности электронных закупок. Далее мы увидели, что спрос на межкоропротив электронного рынка на технологические инновации пока довольно сдержанный. Ну и в-третьих, мы увидели то, что повестка дня на электронном рынке определяет по-прежнему изменения системы госрегулирования. Ну, во всем по порядку. В целом, данные компании, которые мы получили, они рисуют достаточно оптимистичную картину. В среднем объем закупок в электронной форме заказчика они наконец достигли до-кризисного уровня. Это восстановление шло достаточно долго, как вы видите. И по нашим мнениям, по нашим наблюдениям, это восстановительный рост был обусловлен двумя факторами. Во-первых, в среднем, если говорить о заказчиках, крупнейших, то они вышли из режима жесткой экономии. И в целом закупочные бюджеты стали немножко подрастать. И косвенно это выражается в том, что впервые начала расти средняя стоимость одного контракта при результате закупок в электронной форме. Ну и согласно данным прошлогодних и позапрошлогодних исследований, это в основном связано с изменениями закупочных бюджетов в целом компании. И второй момент, который обусловил этот восстановительный рост, это такой органический рост доли закупок, который компания проводит в электронной форме. Но, как видите, он достаточно медленный, хоть и неуклонный, ее доли уже достаточно велика, но он замедляется. Точно так же замедляется планомерно рост доли компаний, которые внедрили закупки в электронной форме в общей численности крупнейших компаний. То есть, предназначенная база как независимых СТФО, так и доли компаний, которые внедрили собственные корпоративные площадки, она сокращается, что, в общем, понятно, поскольку рынок в данном сегменте уже достигло освещения. В прошлом году мы обозначили нишу, за счет которой может еще прирастать клиентская база электронных площадок в данном сегменте, как закупки непосударственных компаний из непредоблаемких отраслей. Ну и действительно, если посмотреть на самые крупные компании, которые внедрили в 2017 году закупки в электронной форме, то подавляющее большинство из них вставляют ритейлеры и компания финансового сектора. В общем, надо сказать, что в ритейле настоящий прорыв произошел с точки зрения внедрения электронных закупок, и, в общем, эту нишу очень быстро прослойт практически. В целом, несмотря на достаточно оптимистичную картину, пока не очень понятно, за счет чего рост рынка может ускориться. Вот здесь представлены факторы, которые оказывают поддержку рынку, но и больше, по нашему мнению, в настоящее время. Ну и, как мне кажется, каждый из этих факторов имеет свои ограничения, как временные, так и по масштабу по-своему. Еще один важный аспект развития рынка – это совершенство на самих сервисах и т.д. В общем, здесь крайне лакостная картина. По оценкам наших экспонентов в этой сфере отмечается стабильно-позитивная динамика, и, что особенно приятно впервые за два последних года, выросла оценка уровня конкуренции в торговых процедурах, что, собственно, косвенно может говорить о улучшении ситуации с положением на рынке. И также как раз в таком аспекте, как уровень конкуренции в торговых процедурах, наши эспонденты отмечают в наибольшей степени положительную динамику. Вместе с тем, в первые за все годы наблюдения эспонденты снизили оценку эффективности своих электронных закупок. Но на самом деле общение с заказчиками, с руководителями закупок, компаний позволяет сделать предположение, что ничего драматичного не произошло, что здесь сыграл свою роль такой эффект привыкания, что связанное с тем, что компании достигли некого потолка эффективности и закупок в электронной форме, положительная динамика пропала, и поэтому, в общем, они стали более сдержанно оценивать эффективность этих электронных закупок по сравнению с бумажными процедурами. Ну и плюс ко всему, компания проводит все меньше и меньше бумажных процедур, и, соответственно, пропадает у них базовая сработка. В общем, если подвести мне небольшой итог, то перед нами такой классический зрелый рынок услуг, который функционирует в не очень благоприятной экономической среде. От него действительно бессмысленно ждать уже двузначных темпов роста, тут уже сформировались клиентские базы, сложно ждать каких-то прорывов в сервисах основных игроков. В общем, такой стабильный, скучный, насыщенный рынок. Если бы не одно, но это высокотехнологичный рынок. И при этом последние три года, четыре года и даже пять лет общественное внимание и внимание государства в прошлом году и внимание государства на самом высоком уровне было приковано к развитию ряда прорывных IT-технологий. Кажется, последнюю хозяйку в России знаем о том, что такое смарт-технологии, что такое бигдата и машинное обучение, а слово блокчейн вообще же пора в словаре уже было вносить. Хотелось бы просто, было бы интересно узнать, как эти технологии прорывные, крайне перспективно, могли бы повлиять на электронный рынок между корпоративной и на рынок с двух ЭТП. Мы задали этот вопрос поднейшим операторам, они были заболены на маркет, спасибо большое за это. И оказалось, что на самом деле они достаточно сдержанно оценивают влияние новых технологий на ключевые аспекты деятельности электронных торговых площадок. Вот здесь представлены сферы, которых, по мнению операторов, в среднем, по оценкам операторов, новые технологии могут оказать наибольшее влияние. Но по 10-бальной шкале, если оценивать это влияние по мнению операторов, то они его оценили в среднем на 6 свойств, на 3 с плюсом. И более того, если обратить внимание на опыт других технологичных рынков, то давно известно, что наиболее легко и просто технологические инновации уделяются в тех сферах, где они могут решить какие-то ключевые, насущные, болезненные проблемы либо у участников рынка, либо его клиентов. И было бы интересно посмотреть, в какой мере эти новые технологии могут решить проблемы ключевые клиентов электронных торговых площадок. И вот построили такой график. Здесь по IC-Obsys показана оценка чувствительности тех или иных аспектов деятельности ЭТП к внедрению технологических инноваций от 1 до 10 по оценкам крупнейших операторов ЭТП. По IC-Obsys оценка качества услуг ЭТП в тех же самых сферах со стороны крупнейших клиентов, также от 1 до 10. И было бы логично предположить, что наибольший спрос на технологические инновации будет предъявлять наиболее проблемных и одновременно наиболее чувствительных для внедрения в технологии областях. Собственно, вот эта зона – это правый нижний угол. Как видите, вот этот сектор, он пуст. Таким образом, пока какого-то акцентированного спроса на технологические инновации со стороны электронного рынка E2B его пока не видно. То есть, с одной стороны, и возможное влияние новых технологий оценивается достаточно сдержанно, и с другой стороны, клиенты на самом деле всем довольны. То есть, у них проблем особых, связанных с сервисами ЭТП, нет. Но это совершенно не значит, что нас не ожидают какие-то традиционные изменения в долгосрочной или среднесрочной перспективе, просто пока эти изменения не очевидны. Ну и, наконец, в рамках того же самого антиксирования операторов мы попросили их назвать наиболее положительный и наиболее негативный фактор, которые могут повлиять на будущее развитие рынка услуг электронных торговых площадок. Вот здесь вот показаны факторы. Я позволил несколько закрутировать эти ответы, поскольку это был открытый вопрос. Здесь показаны факторы, которые могут оказать, по мнению наших корреспондентов, позитивное влияние. Здесь показаны факторы, которые окажут, скорее всего, негативное влияние, по мнению большинства операторов. И, как вы видите, подавляющее большинство этих факторов так или иначе связано с изменением системы госрегулирования рынка и как услуг ЭТП, так и электронного рынка в целом. Так что можно сказать, что самочувствие крупнейших заказчиков – это важно, развитие новых технологий – это тоже важно, развитие сервисов ЭТП – это важно, но повестку дня на рынке по-прежнему определяет государство. И я надеюсь, мы сегодня эту тему также обсудим. Ну и исключение – традиционный наш рентинг электронных торговых площадок, основанный на оценках качества услуг крупнейшими корпоративными клиентами. Здесь, в общем-то, относительно немного изменений. Хотелось бы отметить только значительный прогресс ЭТП ЭТК Торнг, связанный с тем, что в этом году активное участие в нашем исследовании принимали компания группа «Роснефть». И также хотелось бы отметить прогресс ЕТП Торнг, которая полномерно в общем пункт уросла в нашем рентинге все эти годы, и вот она вышла в чистое второе место. Всем привет, поздравляем! – Спасибо большое за внимание. – Да, спасибо. Если есть вопросы на понимание, Дмитрий, это можно задать сейчас. Если их нет, то Дмитрий с нами, и его можно будет привлекать к нашей дискуссии. Вопросы по конец. Дмитрий, еще раз спасибо. – Спасибо. – А теперь несколько минут на интерактивный вопрос. У вас у многих профессионалов рынка есть такое, извините за выражение, гаджет. Как им пользоваться, чтобы его привести в активное состояние, нажать любую кнопку и загорится красная лампочка, это говорит о том, что прибор готов к работе. Дальше есть вопросы на листочке, и они будут появляться на экране, как только на экране появляется вопрос, можно нажимать клавишу, которая соответствует номеру ответа, который вы предпочитаете. Если вы нажимаете несколько клавиш подряд, то будет засчитана та, которую нажали последней. То есть, еще раз нажимать можно, как только вопрос появляется, и тогда приступаем к вопросу. Первый вопрос. Какой из перечисленных факторов в наибольшей степени тормозит рост электронного межкорпоративного рынка? Первый вариант – это насыщение рынка, второй – это слабый инвестиционный спрос и стагнация в экономике, третий – неопределенность, связанная с электронной госрегулированием рынка, и четвертый – низкое качество инфраструктуры рынка и услуг ЭТП. Надо нажать клавишу, которая соответствует номеру ответа, который вы считаете наиболее значимым. 54% считают, что это неопределенность, связанная с реформой госрегулирования, то есть, как обычно, во всем виновата государство, но в чем конкретно, я думаю, что мы сегодня попытаемся это более четко сформулировать. Второй вопрос. Как повлияет консолидация рынка услуг ЭТП и значительное сокращение количества операторов на заказчиков и поставщиков? То есть, грубо говоря, как на участников рынка повлияет то, что рынок будет консолидироваться? Первое – положительно, второе – нейтрально, третий – отрицательно. 54% считают, что положительно, 35% – отрицательно. Ну, я, честно говоря, ожидал какого-то более четкого перевеса в ту или иную сторону, но, по крайней деле, расклад и ясен. Самое главное, что практически никто не оценивает это нейтрально. Третий вариант. Как влияет существующая система государственного регулирования на внедрение технологических инноваций на электронном рынке? Первое – скорее стимулирует, второе – скорее сдерживает, третье – никак не влияет. 42% считает, что не стимулирует. 42% сдерживает, мнения разделились, интрига уже есть. И последний, четвертый вопрос – какое влияние в среднесрочной перспективе окажет технологическое развитие на электронный и межкорпоративный рынок? Первое – приведет к появлению новых возможностей и сервисов на уже существующих электронных площадках. Второе – приведет к полному переформатированию межкорпоративной торговли и возникновения на месте сегодняшнего электронного рынка чего-то абсолютно нового. И третье – увеличение новыми технологиями. Это мода. Технологии не так нужны заказчикам. И, в общем-то, и аппаратам они тоже не сильно нужны. Так, 60% что рынок будет развиваться поступательно в рамках той структуры, которая есть на тех площадках, которые уже существуют, революции не предсказываются. Пессимистов – 12% и тех, кто ждет революции – 28%. Ну, в общем-то, это не большинство, но заметный процент. – Коллеги, спасибо за ваши ответы. Мы их добавим к нашему исследованию. Они будут оптимикованы на сайте и разрушены всем участникам. А теперь к участникам дискуссии я хочу обратиться. Если по мере того, как я задаю вопросы, кто-то на них отвечает, если у вас есть что добавить или переспросить, или расширить вопрос, то любым удобным способом дайте мне знать, и чтобы наша дискуссия, наша панель, она была более информативной. Итак, первый вопрос, который, наверное, я хотел бы задать, ну, давайте на дняхчем со Санкт-Сергеевича Киценко. Антон Сергеевич, он там говорилось уже о драйверах, о том, что процесс слегка тормозится. На ваш взгляд, все-таки, что будет такой движущей силой развития рынка в ближайшей перспективе, год-два? – Да, Дмитрий, спасибо. Ну, я думаю, что движущей силой будет образ новой технологии. Я, наверное, не соглашусь с Дмитрием Миничем по поводу оценки нашего рынка скучной и неинтересной. На самом деле, нам очень весело, особенно на совещании в Минфине приходителя. Наталья меня поддерживает, наверное. Мы смеемся до вечера, до позднего. Если серьезно, ну, вот, как бы, если рассматривать рынок электронных площадок, электронной коммерции в текущей программе, он, наверное, действительно скучноват, потому что, правильно заметили в исследовании, все уже достигли какого-то насыщения, крупные компании, корпорации для себя уже испробовали все сложно сочиненные, сколько там, тысячи видов закупочных процедур, наигрались, как хотят, а с тоже наигралось с этими процедурами, вроде как здесь насыщение есть. При этом, с точки зрения диверсификации рынка, я думаю, что есть очень большой задел на этом поле, потому что, ну, вот мы в своих ответах на ваши вопросы отмечали, что рынок, так скажем, малого и среднего бизнеса, да, предприятий, которые, ну, не генерят выручку, там, сотни миллиардов, но при этом имеют тоже систему закупок, а они для себя электронные процедуры еще не осходят. Более того, очень много предприятий и состовщиков, тоже, наверное, Наталья Витальевна поддержит, да, вот, номер 5 корпораций, когда-то он пытается подойти, все еще договориться по старинке, игнорируя практику Росатома, давнейшую практику, самую прозрачную, самую стоявшуюся практику проведения закупочной процедуры в электронном виде, все равно людей еще очень такое инеррационное мышление, очень инеррационное восприятие всех технологий, которые проникли, продолжают проникать в сферу электронной коммерции, поэтому работать и работать здесь еще очень много, надо просто немножко переориентировать свои, ну, вектор всего развития немножко повернуть в другую сторону и насыщать его вот таким предприятием. Что касается драйвера того рынка, которому мы все привыкли, да, то есть рынка процессов коммуникации электронных площадок и крупных предприятий, органов федеральной власти, то здесь я считаю, что, ну, опять же, говоря, да, блокчейн, я думаю, что просто большинство не умеет его готовить. Поэтому вот эта технология, которую многие воспринимают как игрушку, да, вчера было в Государственном Думе, заседание тоже до вечера люди общались, выступали руководители, первые заместители, руководители крупнейших корпораций, представители различных отраслей. И действительно, даже из выступления некоторых лиц, которые в соответствии с программой развития цифровой экономики, которую Дмитрий Медведев подписал еще, по-моему, в июле 2017 года, после этого было создано энное количество рабочих групп, была создана рабочая комиссия при правительстве Российской Федерации, при основном и так далее, несмотря на то, что Олково в этой теме очень активно участвует, люди все равно до конца не понимают, то есть есть программы утвержденные, есть постулат, в ней заложен, есть КПИ даже до 2024 года, сколько у нас цифровых платформ должно быть создано, которые могут конкурировать с мировыми, сколько у нас малого и среднего бизнеса должно в сфере инноваций действовать, ну и так далее, и так далее. Несмотря на понятные, прозрачные, все-таки китайцы, до сих пор большинство участников рынка не понимают, что с этим блокчейным делать. Все вроде прочитали, да, что есть там биткоин, есть эфир и так далее, но вот что с этим делать, не понимают. А мы понимаем. Поэтому мы еще в том году сделали пилотный проект с внешним банком, Евгений Николаевич меня сегодня, наверное, поддержит, но в дальнейшем сейчас публику не дамлять, да, потом немножко расскажем о нем, но с и том, что мы эту технологию поняли, мы ее внедрили, у нас уже только за 17-й год, 190 закупок, группа внешний банк прошло с применением технологии блокчейн на платформе зону, на корпоративной платформе. Поэтому я не считаю, что рынок здесь насытился, да, я не считаю, что информационные технологии новые, которые внедряются по всему миру, не могут быть рецеполированы на практику закупочной области. Поэтому, я не знаю, может, может, постраду, да, что-то объясняется. Нет, мы потом перейдем еще к конкретике. А вот Вы сказали, что рынок ненасыщен, но понятно, что там что-то еще осталось, но уже гораздо меньше, чем пару лет назад. А вот какие-то технологии, которые используются за рубежом, базовые, у нас не в достаточной мере задействованы? Ну, с точки зрения, как за рубежом, понимаете, за рубежом, опять же, если говорить о системе закупок государства, госкомпаний, да и, в принципе, корпоративных, наверное, то, что у нас не особо развито, я могу сказать, не хочу рекомендовать, но, тем не менее, если проговорить про корпоративный сегмент, то у нас симуляция на ригу. Да, наверное, с точки зрения мировой практики, у нас в России этот инструмент не так милен. Но в России существуют аналоги, я считаю, те же электронные площадки, которые у нас разбились очень сильно, они во многом превосходят ту практик, которая сложилась в... в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе, именно потому, что государство исходило из... То есть здесь движущим фактором всегда с 5-го по сути года уже сколько? 13-й год идет, когда государство выступает действительно драйвом развития информационной технологии, потому что, если бы не государство, а мы не считаем, что было срегулировано дополнительный срок от некоторых участников объемов, если бы регулировано не было, мы с вами сегодня здесь не дискутируем. Все, продолжали бы, наверное, кто-то в бумаге торговать, кто-то аукцион какой-то использовать. Но вот все те процедуры, которые сейчас у нас есть, не знаю, инструмент электронного документа оборота, который применяется очень широко сейчас и в госкорпорациях, и в частном бизнесе. Машин ли он, извините за... как это назвать, нормативную лекцию, наверное, уже? Заезженная фраза. Ну, то есть то, что на Западе сейчас развивается, оно внедряется у нас. И мы в том числе внедряем технологию больших данных. И тоже мы об этом говорили, что мы исследуем поведение 4 акции поставщиков, заказчиков на основании того, как себя ведет тот или иной участник рынка, мы можем строить прогноз по его дальнейшему поведению и корректировать свои предложения для него. В принципе, то, что внедряет мировой рынок, внедряем и мы. Где-то мы пошли дальше, а то, что мы отстаем, в днишнем году, это поведение. Хорошо. Андрей Александрович, продолжая этот вопрос, о том, за счет чего будет развиваться рынок, хотел бы с макроуровня, если можно, в сторону микроуровня. Как вот то, что происходит на рынке, влияет на бизнес со самих электронных площадок, на бизнес операторов? Как меняются модели бизнеса? Как это? Вам честно? Ну, в том мере, насколько это возможно. Смотрите, ситуация на рынке достаточно неоднозначна. Те компании, которые, так скажем, приближены к государству, у них все хорошо, и их развитие, оно фактически государство стимулирует. Поэтому, когда говорится о том, что если бы не было бы государства, не было бы электронных торгов, я согласен с этим утверждением, но согласен с этим утверждением только в одной его части. Не было бы государственных площадок. Вот если бы государство не толкало, их бы не было. В принципе, электронная торговля развивалась и до того, как государство вмешивалось в этот сегмент. Просто рынок был совсем другой, и на нем работали совершенно другие игроки. Ну, не то, чтобы другие игроки, а те игроки, которые сейчас тоже есть, которые постарше, чем те, кто государ… чем те государственные площадки. Поэтому модель рынка, ну, как бы, модель, она сильно поменялась в связи с входом государства. И технологии развивались еще и до того, как было государство. Просто государство их вывело немножко на другой уровень и стало их пропагандировать на всех. Вот раньше этими технологиями мы пользовались отдельно наиболее продвинутые компании, сейчас государство, ну, понятно, из-под палки заставило пользоваться их всем. Теперь то, что касается такого микроуровня и уровня работы электронных торговых площадок, изменения. Конечно же, если посмотреть на государственные площадки, им хорошо, их толкают в правильном направлении, они развиваются. Мне кажется, без государства они бы вряд ли развивались бы так хорошо. А то, что касается площадок, которые не имеют отношения к государству, ну, я так скажу, здесь есть представители тех площадок, которые не имеют отношения к государству, У них модель рынка сильно поменялась. Все компании стали смотреть немножко в другую сторону и стали больше обращать внимание на коммерческий сегмент. И можно увидеть, что у этих компаний рост по коммерческому сегменту намного больше, чем по любым другим. То есть компании переформатировали себя внутри, стали работать, меньше затачиваться под 223 федеральный закон и стараться уходить из-под влияния нашего действующего государства. Это сразу же политика выхода в другие страны, это политика диверсификации бизнеса, это политика внутри, по крайней мере, компаний. И политика работы с коммерческим сегментом, негосударственным, на который наше государство повлиять, так скажем, не может. Поэтому это вот так вот, если честно и кратко. Во-первых, мы о теме государства и частный сектор мы еще сегодня поговорим, я думаю, достаточно подробно. Но вот здесь, ну да, такая модель есть, и она сейчас говорит о том, что почему так получилось, наверное, уже поздно. Она уже сложилась, есть там площадки, которые ближе к государству, есть площадки, которые дальше. Но это точно так же, как мы наблюдаем банковский сектор, все показывают пальцем на Бербанк, но вот этот вот Бербанк никуда не исчезает. Соответственно, ну, надо жить в условиях, когда есть вот такая Бербанк, ну, никуда они не денутся, и вряд ли они приватизируются прямо завтра, может быть, в какой-то среднесрочной перспективе. А вот я хотел бы... Я не говорю, что это плохо, я просто говорю, что оно, как бы, получило немножко другое развитие. И, соответственно, компании пошли, разные компании пошли немножко по разным дорогам. Государство это продвигает, ну, соответственно, немножко дороги компаний разошлись. Это неплохо, то есть, наверное, для государства внедрение новых технологий – это хорошо. Ну, вот. Ну, вот я этот вопрос по поводу драйверов и модели развития рынка хотел бы задать еще одного участника нашей дискуссии. Евгения Анатольевича Мажаева. Евгений Анатольевич, это ваш взгляд, вот, как там, там, еще от одной такой площадки, как вы это видите. Да, и вот еще я хотел отреагировать на то, что сказал Антон Сергеевич по поводу скучного развития. А скучное развитие – это не долго. Скучное развитие, наоборот, это хорошо, когда идет полномерно, когда можно сказать, что будет завтра, через год, там, а может быть, даже и через два, да, даже, да. Но вот важно, чтобы это скучное развитие не пришло к тому, что, не дай бог, рынок склопнется, и его просто не будет, на мой взгляд. Спасибо. Дмитрий, мои наблюдения показывают, что мы, в основном, говорим о рынке площадок со стороны площадок. Вот мы площадки, вот площадки. Интересная сторона открывается этого рынка, если посмотреть на рынок площадок глазами заказчиков наших и поставщиков, то есть наших клиентов. И когда так смотришь и общаешься с нашими заказчиками и поставщиками, то, на мой взгляд, это общение показывает, основным драйвером роста, будь на текущем рынке, это совместная работа над повышением эффективности процессов заказчиков, над повышением эффективности продвижения продукции у поставщиков. И это даст, соответственно, дополнительные толщевки новым технологиям, не абстрактным технологиям, которые мы не знаем, куда применить, сначала придумали, а потом применяем, куда бы поставить, а конкретным технологиям под конкретную потребность наших клиентов. Вот, я думаю, что это основной драйвер роста, который в ближайшее время будет введет рынок. Вот, направление понятно, а вот технологии, которые при этом будут использоваться, потому что вот, когда мы опрашивали, ну, как-то не увидели какие-то прорывные технологии, которые могут в ближайшее время сдвинуть рынок, ну, по крайней мере, по мнению большинства респондентов. Ничего, кастерон технологии называются, то же самое машин-лёрнинг, орбитализация и так далее. Это есть, но надо их применять. Я сам из производства, если я, честно, всё время работал, и я понимаю, что нет ничего хуже для производства, это чем нестабильность, чем риски, которые могут в одночасье прямо нарушить полностью всю, не знаю, добычу, выводку энергии и так далее, да, то есть и производственный цикл. Поэтому для производственных компаний лучше всего это стабильное и поступательное развитие. Поэтому мы говорим не столько о новых технологиях, сколько о использовании новых технологий для решения конкретных проблем, конкретных задач. Вот, собственно, поэтому я бы ушёл от штампов, брендов, так скажем, название технологий, а строил дискуссию вокруг, какие задачи мы решаем. Давайте тогда обратимся по другую сторону, по релакам, если так можно сказать. Евгений Николаевич, как у Вас? Евгений Николаевич Книевцев, значит, Команбанк. Вот Вы у Вас уже сегодня упоминали в сумме, да, вот, какие, соответственно, потребности? Спасибо большое за приглашение. Всем здравствуйте. Упоминали. Я смотрю, много где упоминают заказчиков, потому что без них никуда электронные площадки. Наконец-то они стали смотреть по-другому на нас, на своих клиентов, на поставщиков, которые туда приходят, на регуляторов. И вот эта фраза о том, что надо смотреть друг на друга глазами друг друга, это очень правильный подход, и это, наверное, самый главный драйвер, который поможет улучшиться, совершенствоваться, измениться. Но начать я хочу с маленькой иллюстрации. Вот буквально несколько дней назад мы, обсуждая, ну, как заканчивая обсуждение одной технической управленьки, с одним из руководителей электронной площадки, он неожиданно спросил, слушай, а какую бы ты оценку поставил нашей команде за работу? Я, наверное, полминуточки просто замер, потому что я этого вопроса ждал несколько лет, но думал, что как-нибудь после первой закупки, которую мы проведем на этой площадке, ну, или, в крайнем случае, в конце года очередного, он это спросит. Я говорю, давай попробую сделать это на твоем сайте. Значит, мы зашли, ну, с большим трудом, но как-то оценку я ему поставил. То есть, вот такое, я очень, может быть, там критично сейчас говорил, но лучше резко, чем быстрее долетает, да, по всем. Поэтому, возвращаясь к дискуссии нашей, к вопросам, которые мы обсуждаем, наверное, та бизнес-модель, которую 10 лет электронные площадки допиливают, да, значит, этому уже конец приходит, однозначно. Да, стратегия улучшения, стратегия модернизации, она будет работать, но вот в воздухе, вот здесь уже пахнет каким-то стартапером, который что-то придумает, и вот эта тема с рывком, совсем другой бизнес-моделью, она сейчас стоит просто во всех, абсолютно во всех сферах бизнеса, особенно построенных на и все эти технологии доступны всем, и когда технология доступна и с ней можно работать, вот этот разрыв между, так сказать, текущим состоянием и тем, что может быть, он сокращается до ноля, и все желающие могут прийти и работать. Примеров, ну, я могу привести сколько угодно, что там, гостиничный бизнес, Хилтон и другие сервисы, которые работают. Автомобиль Lada, конечно, никогда не догонит Mercedes, но летающий автомобиль или беспилотные автомобили, ну, сами видите, да, что мы сегодня не отстаем по этим технологиям, по этим вопросам, ни от кого. И в электронных торговых площадках это будет точно в ближайшее время. Поэтому, конечно, по моему мнению, старые модели, старые бизнес-модели и с точки зрения того, как законодательство меняется, и как мы начинаем относиться к требовательным площадкам, ну, ближайшие пять лет, ну, десять лет точно модель будет абсолютно какая-то другая. И сегодня, что же делать со стратегией рывка, это мысль, с которой топ-менеджер на всех площадках живет последние, наверное, полгода точно. Вот, это главное, что я хочу сказать. Очень много увидел сегодня интересных вещей, вот, в том опросе, которые делали. И как раз аудитория, которая показала, что мы абсолютно по-разному реагируем на все вопросы и говорит о том, что вариантов, как мы можем развиваться, как мы можем двигаться, очень много. Ну, вот, продолжая, тему спроса, то есть, вот, хотел бы дальше обратиться к Сергею Геннадьевичу Маченко, семейной компании Сибэка. Сергей Геннадьевич, вот, есть утверждение, которое в нашей записке звучит, что в настоящее время возможности электронных площадок сильно превосходят реальные потребности клиента. А вот, соответственно, есть ли потребности, которые не отражены. Отвечая на ваш вопрос, ну, во-первых, здравствуйте, рад присутствовать на вашем мероприятии. Отвечая на этот вопрос, хотел бы вообще обратиться, что такое, кто такие ЭТП. Это, по сути дела, роль, которую мы видим в агрегаторе, в агрегаторе большого количества информации. И, соответственно, как вся информация, к ней нужно относиться, ну, если к ней относиться серьезно, то она должна быть достоверна, актуальна, ну, соответственно, доступна. Касательно достоверности. Я говорю, как, со стороны крупного заказчика, значит, есть вопросы в обеспечении безопасности, обмена данными, ну, в том числе за счет использования защищенных каналов связи. То есть не секрет, что на монопольном рынке торговля на ЭТП неэффективна. Заказчик уходит с ЭТП в торгах на, значит, обычные бумажные торги, какие-то конкурентные переговоры для того, чтобы, значит, участник монопольный не раскрыл своему конкуренцию, конкурентную информацию по цене. Это одна из, так скажем, вещей. Вторая, значит, верификация площадки, да, на проверку участников в различных электронных базах. СМСП, там, СРО и так далее, да, если это необходимо. То есть видим развитие в чем? Заказчик не должен испытывать какие-то затраты ресурсов, да, на проверку этой информации в различных иных источниках. Опять же, я говорю, основываясь на нашем опыте. Мы свой опыт строили именно положение о закупочной деятельности как один из инструментов управления закупочной деятельностью предприятия, как один из инструментов, в принципе, управления предприятием в целях достижения эффективности. И здесь мы пробовали в самом начале нашей деятельности, вот Вактор Ваганович также может это подтвердить, автоматический выбор контрагентов. Через какое-то время отошли от него. Почему? Те участники, которые давали информацию о себе, что площадка транслировала, ну, достоверность этой информации была где-то процентов 50. И необходимо было погружаться в эту информацию, сверять и так далее. Если бы эти сервисы были на площадке, либо делала сама площадка, то, ну, очень повысилась бы эффективность. Ну, и кроме этого, хотелось бы вот говорить, опять же, оттуда до затраток, как заказчика, так и участника. При регистрации на дальнейших площадках, вот новые технологии, да, но я не буду говорить про умные слова блокчейн, про распределенные реестры, да, а те технологии, которые сейчас есть, интеграции, верификации, да, и в дальнейшем их развивали, да. Участник, приходя на одну площадку, может быть, даже в ЕИС, один раз зарегистрировался, упрощенно зарегистрировался, имеет право участвовать во всех торгах, на всех площадках посылки. Эту технологию, в принципе, эти решения можно сделать. Коротко, отвечая на вопрос так, как и за развитие, да, все-таки я здесь поддерживаю Евгения Анатольевича в том, что развитие должно быть именно постепенным, интенсивным. Рынок сейчас какие-то, мне кажется, технологии революционные просто не воспринимают, не готовы, именно рынок. Конечно, их развивать надо, но, мне кажется, не научившись ползать, человек не научится ходить. Коротко. Логично. Коллеги, а вот кто-то хотел бы сейчас Сергей Геннадьевич что-то добавить? Потому что, да, Антон, Сергей, я постараюсь как разнести просто мысль, не показавшись каким-то пыльским. Давайте просто перестанем смотреть на электронные площадки в ученицах, но вот сейчас все воспринимают. Ну, понятно, ладно, 10 лет воспринимали электронные площадки это инструмент организации для общения, взаимодействия, коммуникации, заказчика, посвящика. Задача электронной площадки раньше начиналась только на этапе проведения закупки и заканчивалась заключением, даже не заключением, даже подведением итогов, заключением договоров, когда нет. Потом появилась электронная площадка, расширила свои нагрузки, компетенции до заключения договора, потом до исполнения, сопровождения процесса исполнения договора, потом мы пошли в самый первый этап до цикла закупки, это планирование, ну и так далее. То есть, в принципе, сейчас все электронные площадки так и иначе автоматизируют цикл закупочной деятельности, близкий цикл закупки. Вот планирование, формирование потребностей, сбора потребностей, формирование планов закупок, но контролем исполнения договоров. Эта тема уже года два-три как старая, она умирная, никому не интересная, все понимают, что все научились это делать. Лично мы видим сейчас задачи электронной площадки не в организации коммуникации между заказчиком и поставщиком, не в упрощении доступа и доступа по поставщиках к закупкам, хотя это понятная фундаментальная задача. Мы все-таки рассматриваем лично свою электронную площадку, мы смотрим на нее как связующее звено и ключевое звено в построении этой системы. Как бы это пакса не звучала. Нам нужно создать единую эпосистему, участниками которой будут и фаривы, в первую очередь и налоговая служба, и банки, которые кредитуют и факторинговые компании, и микрофинансовые организации, и поставщики, и заказчики, и ФАС, и так далее. То есть мы, опять же, это не популизм, то есть по нему абсолютно верное замечание, что сначала надо проползти, сделать первые шажочки, а потом уже бегать и лететь в светлое будущее. Вот мы сейчас, Игорь Михайлович, простите за ползем, стоим на колене с Нежэкономбанком, плюс подключилось правительство Москвы, мы создали распределенный реестр данных, мы сейчас фиксируем все транзакции группы ВТБ на этапе заключения исполнения договора. То есть транзакции фиксируются, помещаются в распределенную цепочку, они фишируются электронной площадкой и серверными возможностями, так сказать, группы Нежэкономбанка. Сейчас заключилось правительство Москвы для того, чтобы делать то же самое, плюс заключается марк-контракты, которые при использовании или посредством использования программного хода сами организуют наступление тех событий, которые были зашиты в условия договора. И мы сейчас построили цепочку блокчейн, распределенный реестр данных, как угодно назвать. Мы этот процесс построили на платформе Xon. То есть эта платформа, которая в отличие от эфира, биткоина, она все-таки используется для корпоративного блокчейна. То есть вот называют не закрыт, а приватный блокчейн. Есть открытый. публичный блокчейн это опять же эфир и биткоин, который построен по принципу пиринговых сетей, когда нет центрального сервера, а есть просто распределенная работа клиентов. То есть система децентрализована. У нас пока система не децентрализована, но она распределена. Когда мы вот эти шажочки сделаем и научимся полностью управлять, гарантировать не отсутствия искажений и недостоверенности информации, когда мы этот проект завершим, я думаю, что у нас есть уже конкретные планы, которые мы донесли в правительство и другие крупные компании сейчас наслаждайтесь не буду по построению единой экосистемы. Опять же, в рамках программы по построению цифровой экономики, которая у нас до 2050 года должна состояться. И на мой взгляд, это действительно не популизм, на мой взгляд, нужно смотреть шире. Эти технологии, они могут быть использованы, они используются и, в принципе, приносят благо, потому что, опять же, все эти процессы, которые сейчас в рамках закупочной практики и системы имеются, когда банки должны оценивать поставщика, насколько он кредитоспособен, насколько у него опыт работ положительный и положительный, заказчиков должен оценивать, все должны обращаться в огромное количество различных информационных источников, которые между собой никаким образом не интегрированы, не связаны. На это тратится очень много времени, на это работает служба безопасности, много сотрудников и так далее. Плюс достоверенность информации не подтверждается, она подтверждается одним источником, который информацию умерла. Как он к информации получил, насколько она надежна, насколько она правдива, но остается только на оккупе этого одного источника. Поэтому, когда мы говорим, что можно одиннудно строить единую систему, где подтверждаем подтверждение легитимности информации, которая помещается в блоке, где поступать все моды, все участники этого процесса, когда можно будет получить любую информацию о благонадежности поставщика, деловой репутации, опыта, 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 правоприменительной практики за три секунды, я считаю, что это действительно то будущее, которому нужно стремиться, и мы уже видим его вполне себе очевидный раскид. Ну вот, если говорить о будущем, Дирея Александрович, ваше мнение, насколько реалистично сделать вот такую, на мой взгляд, элементарный шаг, о котором сказал Сергей Геннадьевич, как, ну, взял общую регистрацию для всех площадок, да, чтобы зарегистрируешь в одной, я мог одновременно работать на несколько. И, с одной стороны, с другой стороны, насколько это вообще приемлемо при нынешних бизнес-моделях? Посмотрите, потенциально, то, что касается нас, мы, как бы, уже тоже рассматривали, и такое возможно, не то, чтобы возможно, а такое нужно. Есть единственный момент, очень важный, такое можно и нужно, наверное, для полу-государственных структур, то есть, для 223-го федерального закона, для государства, для участия в государственных закупках. То есть, вот для поставщиков в этом случае возможно. Просто у компании, у корпоративного сегмента, поскольку мы, больше работаем с корпоративным сегментом, у них требуют немножечко другие. И поэтому им не нужна единая регистрация где-то в одном месте, для того, чтобы получить какие-то данные. Больше очень простые. С другой стороны, это сильно обеспечит доступ поставщиков к электронным торговым площадкам, но на сегодняшний день мы, допустим, как площадка, не видим в этом такой жесткой необходимости. По сути, в своей количество площадок их не такое большое. У каждого клиента есть сложившийся, у каждого поставщика есть сложившийся пул контрагентов, с которыми мы взаимодействуем. Поставщик всегда знает, на каких площадках работает этот клиент. Проблема с регистрацией не возникает. Ее такое нет. Я не говорю, что она надуманная. Может быть, кому-то проще будет участвовать на разных площадках, нигде не регистрируясь, эту простить. Но кардинальный рынок это не поменяется. Никаких суперсовершенных вещей не случится. Да, повысится контроль с точки зрения государства. Статистические данные в единых руках о том, кто где участвовал, кто куда переходил, сколько закупок необходимо тому или иному контрагенту. То есть, это определенный массив для аналитики. По сути, рынок это не изменит. Честно говоря, я могу судить с позиции только одного участника закупок, причем с одной стороны прилавка и не самого активного, я имею в виду рейтингового агентства. Кончилось все очень просто. Во-первых, у нас для того, чтобы участвовать в закупках, надо, по-моему, в пяти площадках мы участвуем, что крайне неудобно. Не такой большой объем закупок и на пяти площадках, но это даже с точки зрения обучения людей. А потом кончилось все тем, что и в 223-м, по-моему, в 44-м сделали изъятие для закупки рейтингов. Можно закупать как у единственного доступщика и до свидания всем конкурентным закупкам, потому что никто не смог придумать, чем еще можно конкурировать кроме цены. Рейтинг одного агентства от другого. И, соответственно, здесь я, наверное, не соглашусь с точки зрения потребителя услуг. Наверное, одно окно было бы интересно. Вот, продолжая разговор, я хотел бы обратиться с Натальей Викторовной Горошенко. Вот, как бы и сама система там, допустим, 223-го и не только 223-го, ну, 223-го и подзаконных актов, а самое главное, в каждой крупной корпорации есть система локальных нормативных актов, которые регулируют закупки, и эта система, она становится достаточно объемной, то есть, пакет документов достаточно большой, вот это, на мой взгляд, ну, тоже должно сдерживать развитие электронной торговли, потому что любое изменение, оно должно вести с собой наше изменение в нормативной базе. на мой взгляд, где золотая середина, и самое главное, как вот, с одной стороны, совершенствование это увеличение нормативной базы, с другой стороны, совершенство национального и поездки. Добрый день, спасибо за вопрос. Да, в любом случае в идеальном процессе сначала идет методология процесса, да, а потом его автоматизация. Но золотая середина, по моему мнению, находится в том, что нельзя разрабатывать методологию без предварительной оценки возможности автоматизации этого процесса. В нашем случае, в Госкорпорации Росатом, эти процессы неразрывны. Разрабатывая любую нормативную базу, любое изменение процесса проведения закупков, как в рамках 223-го, так и в рамках нерегулируемых законов закупок, мы продумываем в первую очередь, насколько это повлияет на автоматизацию процесса, насколько трудозатратно будет это решение с точки зрения его автоматизации. И только после этого принимается решение, как будет написана та или иная норма. И не иначе. И нельзя выпустить ни один методологический документ в Госкорпорации Росатом без готовой к этому сроку изменений в автоматизированных системах, на электронных торговых площадках, так как эти процессы должны жить неразрывно. Но я бы хотела... А, еще очень такой интересный момент, что очень часто сама автоматизация, она подсказывает нам пробелы в наших нормативных актах. Когда мы как раз прорабатываем вопрос, как они должны быть, бизнес-процессы, построенные в электронных системах, мы понимаем, что тот или иной момент в методологии не описан. И таким образом у нас происходит взаимное влияние как методологии на автоматизацию, так и автоматизации на методологию. Но это касается внутренних нормативных актов. А я бы хотела поднять, наверное, даже более важный глобальный вопрос. А как бы нам сделать так, и очень жалко, что с нами сегодня нет инвокосорганов, чтобы наше законодательство было так же восприимчиво к внедрению технологических инноваций. Потому что на сегодняшний момент мы имеем просто, прошу прощения, ужасную ситуацию, когда законы написаны, они имеют абсолютно конкретный срок вступления их в силу, но при этом ни один госорган не готов к внедрению этих изменений. Ни ИИС, ни электронно-трабово-площадки, которые сейчас в панике бегают по многочисленным совещаниям, проводимым госорганом, и пытаются понять, как же им перестроить систему так, чтобы она соответствовала закону. И вот здесь я бы очень хотела, чтобы данные принципы неразрывности методологии автоматизации, они так же следовали и в написании законодательской регулирующей эти закупки. Спасибо. К сожалению, госорган сегодня не дошел, честно скажу, он еще утром шел, но не дошел. Где-то оно в пути. Видимо, он запугался. Я могу сказать про нашу отрасль, потому что сейчас многие отрасли переплевают тем, что меняется в корме госрегулирования, в рейтинге деятельности. После долгого замыливания вообще всего вопроса регулирования был принят рамочный закон. Сейчас регулятор в рамках рамочного закона смотрит, как он применяется и не торопится писать нормативные акты. С одной стороны, это огромная головная боль, потому что не знаю, как будет оценивать этот рейтинг сок, но с другой стороны, натрезаны пути отступления по многим проблемам. Хотел обратиться к Светлане Викторовне примерно с тем же вопросом. У вас, если говорить о компании Аруссети, это тоже наверняка сложный механизм, как бы здесь вы боретесь с тем, например, не боретесь, справляетесь, более корректно сказать, с тем, что, допустим, могут вноситься изменения в работу электронных площадок, и это неизбежно вас ставит в такую затруднительную ситуацию, либо все это происходит после голосования с вами. Добрый день, коллеги, если вопрос именно если можно быть частным взаимоотношений между площадками и заказчиками, для нас, наверное, предпринимательных проблем нет, потому что машины выстроены с шестого года в электронном комплексе, в таком случае уже в седьмом на 7% электронных закупок было проводилось из всех открытых, поэтому здесь как раз работа конструктивная и, в общем-то, не вызывающая принципиальных вопросов, с одной и с другой стороны. Понятно, что она меняет свои нормативные документы, и, как совершенно верно коллеги из Русатома говорят, в общем-то, надо предупреждать друг друга о том, что происходит, потому что эти действия, безусловно, должны быть синхронизированы, бумага, безусловно, все сперпит, но если нет реализации, то смысл ее, как бы, эту бумагу мать своими нормами очередными, которые не готовы к, собственно, жизни. В действительности для нас большая проблема возникает, ну, собственно, не то, что для нас, для всех участников рынка для ЭТП, то, что на текущий точку, мы не знаем, каким изменениям готовимся. Очень яркий, показательный момент, общаемся тоже с коллегами других компаний, что сначала был принят федеральный закон, в последние дни 17-го года, через полтора месяца в компании пришел запрос от регуляторов, они подскажутся ли нам какие-то законные нормативные акты вы увидели в развитии этих законов. Да, поэтому до тех пор, пока наше взаимоотношение, ваше взаимоотношение с регуляторами мы характеризуем как веселые, пудливые, иногда доходящие до эфирических каких-то ноток, юмористические. Это взаимодействие назвать полноценным, конструктивным и работающим в полной мере сложно, хотя, безусловно, сравнить взаимодействие регулятора с участником рынка к уровню пятилетней давности сегодня нельзя. Понятно, что она стала более прозрачной, понятно, что она стала более доступной, но здесь есть над чем поработать, чтобы синхронизировать все наши с вами будущие заседшие ваши возможности технологические, наши потребности подрядчиков и потребности участников рынка подрядчиков и безусловно возможности и потребности государственных формировок, государственной власти, которые тоже свои задачи так на решать. Я бы, наверное, так летел. Вот к вам еще один вопрос хотел адресовать. Ну, допустим, у вас есть возможность реализовать некое желание и, допустим, это желание тут же находится у ЭТП технологическая возможность его реализовать. Вот какая потребность для вас была бы такой первоочередной? Вы знаете, мне очень понравилась мысль о том, что площадка не должна быть просто механизмом, а должна выстраивать действительно выстраиваться экосистема. Все-таки вопросы интеграции, верификации и взаимодействия не только ресурсов и возможностей площадок, но и тех информационных систем, которые существуют у нас государственные, нам видятся важными. потому что физически к вопросу об эффективности закупочной деятельности. Я не совсем соглашусь с озвученным мнением о том, что у нас закупочные бюджеты выросли, у нас как-то так не случилось, чтобы они выросли, но потребность в оптимизации закупочной деятельности она есть. И вот мы в этой области, если мы будем использовать простой пример, к нам мы выставляем требования по каким-то финансовым параметрам, участник идет в Минфин, дает нам документы, мы опять к ним относимся, при том, что существует у них информационная система, которая при наличии их интеграции в процесс закупочной деятельности позволила бы и участнику туда не ходить, и нам проверять эту информацию за 5 минут, она из закупок, которые длятся условно в 3 месяца превратила, закупку, которая длится в 3 недели еще лучше недели, еще лучше вообще несколько дней, и вот эта экосистема, которая включит в себя свой контур, возможно, большее количество ресурсов, верифицированных, достоверных, которые позволят всем нам участвовать в одном процессе, это было бы, наверное, крайне впереди. Да, к нам присоединилась, я вижу, Екатерина Юрьевна Солдисуханова, Екатерина Юрьевна, для разгона, чтобы сразу включились наши дискуссии, вот с вашей точки зрения, какое наиболее желанное усовершенствование вы бы хотели, чтобы произошло на рынке? Вы знаете, я когда у своих строителей спрашиваю, вы хотите, чтобы функционировали закупки для вас, они говорят, это закупки в зоне ящик, я туда стучу, тук-тук-тук-тук, мне выпадает, что не надо, стучу, тук-тук-тук, дайте глазеть, и они выпадают туда, куда надо, на самом деле, вы знаете, сейчас такое существование, подстраивается подо все, но вот, когда мы говорим про электронные площадки и при закупке, я всегда говорю, где эффективность, сделать удобно заказчика, чтобы он убрал свои издержки, трудовые затраты, временные издержки в большом количестве. Мне кажется, вот то, что мне было бы удобно, это когда есть действительно единая система, я тут была бы, говорю, у меня есть такая потребность, и у них логовый вытаскивают проверенные налоговой инспекцией компания, которая платит эти налоги-сборы, не разгоняет деньги по странным договорам, даже в пятом колене, и как бы он себе это все сделает, он поедет и это сделать к нужному времени за нужные деньги и в должном усердии. Но если так будет, тогда электронная площадка, честно говоря, потеряет свой бизнес, потому что это все будет строиться в единой системе, единая функциональная система за кухой, бухру. Он просто поменяет платформу, и тогда бизнес-электронной площадки не станет как такового. Я дико извиняюсь, вот так вот, я бы сказал. Коллеги, представители торговых площадок, я хотел бы, чтобы кто-то не подреагировал на эту угрозу. Не угрозу. Вызов, скажем так. Андрей Александрович. Не поверите, мы вас поддерживаем. Я как представитель площадки, как представитель нашей компании, могу так сказать, что мы сами к этому стремимся. Есть один маленький момент, мы достаточно давно думаем уже в эту сторону и развиваемся в эту сторону, развиваемся не публично. Почему? Потому что говорит всем, куда мы идем, не совсем правильно. С одной стороны, мы вас поддерживаем, с другой стороны, мы видим определенные тонкости в рамках нашего законодательства. Наше законодательство, к сожалению, больше процедурное, и оно заставляет вас проводить процедуру. И даже если мы вам скажем, кто вам выполнит эту работу, за какие деньги он ее выполнит, что он будет хорошим, и мы можем за него поручиться, вы его не возьмете. Вот, к сожалению, на сегодняшний день вы его не возьмете. И, к сожалению, это так. Почему? Потому что, с одной стороны, мы даже сейчас пытаемся пробовать определенные вещи с коммерческими организациями, но даже коммерческие организации не все готовы к подобным технологиям. Почему? Потому что, как уже правильно было замечено, что движение должно быть немножко поступательное, и многие компании на рынке закупок не готовы к очень резким переменам, то есть они не готовы к определенному стартапу, ну, в кавычках стартапу, ругательное уже слово, по-моему. Они готовы к той технологии, которая им даст совсем другой результат. При этом коммерческим компаниям это нужно. Им не нужно проводить закупки месяц, неделю, им не нужно проводить закупки даже 3 дня. Почему? Потому что им нужно сейчас, у них появилась потребность, им нужно сейчас, у многих полугосударственных заказчиков, даже государственных заказчиков потребность нужна вчера, и ее нужно быстренько обеспечить. Но, к сожалению, закон, он процедурный. Поэтому технологии есть, и мы согласны, что, как у площадки, в какой-то момент они, наверное, изживут себя, но в рамках нашего текущего законодательного регулирования мы понимаем, что оно никуда не уйдет. То есть вы к этому готовы, например, мы к этому готовы, кто-то, может, еще к этому готов, а государство к этому не готово. Почему? Потому что государству нужен процедурный момент, который нужно отслеживать на каждом этапе, для того, чтобы точно сказать, что вы сделали правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Поэтому я, как представитель в площадке, могу сказать, что да, мы вас поддерживаем. Но это совсем другая технология, и просто не все готовы. Андрей Александрович, не могу не задать еще один вопрос. Вы произнесли страшные для частной структуры слова. Мы готовы к тому, что мы живем себя, по сути дела, цитируют, но вот как-то прокомментируйте. Я бы, например, перед акционерами ужаснулся. Смотрите, это не значит, что мы живем себя. Это значит, что модель рынка может поменяться. И эта модель рынка, она может разделиться на две части. Часть для тех, кто готов к процедурным моментам, и которым необходимо проводить процедурные моменты. А часть бизнеса уже немножко другого. То есть, а он не меняется, он просто чем-то переформатируется. Совершенно верно. Это как новый продукт той же самой компании. То есть, просто нужно уходить в другой сегмент. Потому что в том сегменте, в котором сейчас, я извиняюсь за выражение, топчутся все площадки, он, ну, как бы, ну, топчемся мы на одной поляне. Кто у кого-то там по-разному оторвал кусочек, кто заказчика перетянул, кто еще что-то. Где законодательство поменялось, соответственно, у кого-то там возможности отрезало, кому-то где-то добавило. И вот понятно, что на этом рынке достаточно тяжело. То есть, если не придумать что-то новое и не пойти в новое русло, да, вот, как новый продукт, некая там другая технология, может быть, для другого сегмента рынка. То есть, если свой бизнес не диверсифицировать, то фактически можно реально, как вы сказали, изжить. И вот, как бы, в принципе, сейчас уже звучат потребности клиентов, что хотелось бы другого. Но мы, как компания, которая, там, коммерческая компания на данном рынке, как бы, одна из немногих нас присутствующих здесь, вот, мы понимаем, что, если, как знаете, вспоминаем Алису в стране чудес, да, для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. И мы пытаемся бежать еще быстрее рынка для того, чтобы быть впереди. Вот, с точки зрения акционеров, это, наоборот, интересно. Почему? Потому что нужно развивать другие технологии. Потому что та технология, которая есть, ну, она фактически, как на сегодняшний день, представляет собой, вспоминаем экономику, дойной коровой. То есть, по сути, она дает определенный доход для, там, дальнейшего развития. Но если мы эти деньги сейчас не будем вкладывать в дальнейшее развитие, то фактически мы просто-напросто, там, в какой-то момент, ну, свернемся. И это, как бы, касается, наверное, всех участников рынка. Кто-то говорит, там, проект, систему, начиная, там, развивать ту же уже существующую модель, да, и ее пытаться усовершенствовать. Мы понимаем, что эта модель останется только для части рынка, которым нужно будет именно процедурные моменты. А тем, кому, для процедурных моментов, как бы, для изображения, все равно, они будут стремиться к немножко другой технологии развития. Их нужно будет сейчас, им нужно будет вчера, им нужно будет... А им захочется свернуть отделы закупок, им захочется свернуть, там, вообще, какие-то технологии. Потому что им хочется, на самом деле, постучать по коробочке, получить результат. Получить результат. И результат будет, как этот результат получен, а вот этот получен либо сложными математическими вычислениями, либо, там, какими-то другими моделями, ну, оно, как бы, наверное, оно заказчику... То есть, сейчас некоторые компании, мы с ними сейчас ведем проработку, даже из полугосударственных таких компаний, там, 223 федеральный закон, они готовы определенные закупки, да, определенные суммы отдавать, ну, как бы, вот так вот. Мы хотим получить определенный результат. Как он получен, мало интересует. Главное, чтобы он нас устраивает. Антон Сергеевич, Вы тоже хотели как-то отреагировать? Или... Уже прошло, да? Можно я скажу несколько слов? Можно я скажу несколько слов? Да, Евгений Николаевич, пожалуйста. Очень, очень хорошо, что вот мы вот обсуждаем открыто эту тему все, да? И я скажу, что мы работаем с тремя площадками, и все три площадки смотрят на свой бизнес из будущего. Смотрят по-разному. Это тоже очень хорошо. И я скажу так, что... Вот мне очень нравится позиция Андрея Александровича о том, что он не боится, что его бизнес закроется. Нормальная позиция. Я знаю, что мне... А он как раз боится, он как не боится переструиться. Об этом не боится об этом говорить, потому что я знаю, что у меня вот работаю в компании, и все равно я когда-то уволят, да? Поэтому, если... Ну, это нормальная позиция, да? Не надо бы бояться, он спокойно с этим жить. И если фирма знает, что она когда-то закроется, это абсолютно нормальная позиция. Это тоже такая позиция, с которой надо работать и для него смотреть. Что очень важно для себя, я отметил. Дело в том, что мы все понимаем, что для нас важно. Для нас для всех важна скорость. Это тема, которая всех нас объединяет, ее можно хорошо отработать и получить хороший эффект. И неважно, по большому счету, если кому-то что-то в этой теме нравится. Если электронная площадка готова сделать сервис, который позволит провести закупку за три дня, а у меня, у нашей компании есть одна потребность, давайте эту тему развиваем. Следующая тема. Важно, чтобы компания могла... Ну, или там, участник, который подает зарядки, в одном месте зарегистрировался, я дал туда документы и работал. Но кому-то это важно, пусть этот процесс развивается. Но я точно знаю, что если сегодня телефон идентифицирует меня через глаз, то почему эта технология не может работать, и я, когда включаю единую информационную систему или захожу на площадку Сбербанка СТ, пусть мой глаз увидели, мне кнопки жать не надо, я не буду терять каждый день по минуте, чтобы туда заходить. Представляете, какая экономия в нормах часа по всей стране будет? Мы записали. Уже сделали это почти, не стесняйтесь. Мы уже внесли изменения. Конечно, то есть вот эти вот рывки, они и дают хороший эффект не просто на конкретную закупку, они на страну влияют, на мир влияют. Вот взгляд из космоса, взгляд с другой стороны, взгляд из будущего, потому что это реально тема, которая утром. Я еще можно добавить в другую отделе. А у нас основная вопрос, с которым стал закупка по результатам закупок, вопрос доверия между площадкой и заказчиком, между заказчиком и поставщиком. Я считаю, что Евгений Николаевич, ты сейчас как, ну, как сам, на ночь, про глупчей, да, про беспределённые приезда и открытость про всё. Но на самом деле у нас мы заказчики по гостам в рамках пазу, мы заказчики Министерства, ну, заказчики Министерства обороны. У меня было предложение, даже я обращалась поддержать, чтобы мы все свои закупки сразу в прокуратуру относили. Ну, действительно, вопрос именно доверия и открытости, он стоит. Потому что заказчику мне, как заказчику, всё равно, кто мне будет выполнять мою потребность. А с кого я получу, ну, я не знаю, там, танки, машинки, дороги и так далее, и тому подобное. Мне важно, чтобы и вы мне доверяли, что я вам потом когда-нибудь оплачу, да. И вот на этих вот стыках, на самом деле, да, это очень большая проблема. И вот на этих стыках доверия она не рекомментируется никакими документами, нормативными, законодательными. Она может поставить столько на партнерских отношениях. На все законодательства не строится на партнерских отношениях. Наш законодательства строится на любви к ближнему, да. Верю им, да, вот, я так вот, но такую привычную любви к ближнему. А партнерской отношении будут стараться ускорить и способна оберпead попытаться. Если электронные площадки есть определенный рейтинг поставщиков, мы будем путять или я zuglingА пачкалую, потом все строят. москвы а это творится берешь их правильные 3 4 и даже понимаешь это не очень по-другому решаешь вопрос такая мы сделаем то же самое вы не поверите, я тут двигаюсь, но доверие-то нет. Вот те же самые, видите, запрос на доверие, это ключевая прикольная камень питательного запроса. Да, текущая система госзакупок, как говорится, действительно вопрос доверия, он не определяет и предопределяет для условия развития технологий, которые, я говорю, то же самый смарт-контракт. Поставщик всегда уверен, что если он поставит, ему автоматически придут деньги, потому что не заканчивают перечислять, потому что электронная площадка при наступлении этого события автоматически отправляет сумму на расчетный счет поставщика. Заказчик знает, что если поставщик поставит не то, что было задекларировано, то, соответственно, деньги вернутся заказчику, и поставщик просто получит обратно свой товар. Мы по этой же логике и строим систему, когда площадка выступает гарантом благонадежности поставщика и благонадежности заказчика. Не надо прибегать. По поводу гарантии, я согласен, это очень мощная вещь. Хотел бы вернуться к тому, о чем сказал Екатерина Юрьевна. Там две звезды, три звезды и так далее. Когда я туристы выбираю гостиницу, мне понятно, я доверяю больше гостиниц с четырьмя звездами, чем с двумя, и мне не надо объяснять гостинице две звезды, почему я не поехал туда. Если происходит закупка, то здесь есть у нас такой орган ФАС. Я, честно говоря, может быть, не в курсе, а как здесь быть, во-первых, с ФАС, потому что, насколько я понимаю, там уже были прецеденты с попытками применить искусственный интеллект или какое-то там машинное обучение, и ФАС очень негативно к этому отнесся. Кто-то может прокомментировать эту тему? Почему у ФАСа давно уже работает система независимой регистратора на федеральных площадках? Все действия протоколируются, и ФАС в случае... Ну, дальше история, конечно, была, чтобы ФАС могли автоматически приостанавливать какую-то процедуру, в случае снарушаются какие-то фильтры, и критерии, которые были установлены. Но пока ФАС фиксирует все действия, которые происходят на электронных процессах. И в случае подачи жалобы избирательства, ФАС имеет возможность посмотреть сухо-аналитики. Нет, ну вот, допустим, я как покупателю отдал предпочтение тому, у кого три звездочки, а тот, кто три звездочки, оказался недопущен к торгам. Ну, смотрите, для того, чтобы это счастье случилось с нами со всеми, в первом незаконодательном уровне должно быть установлено процедура и критерия отбора этих поставщиков. То есть, как всегда, для ФАС нужно будет выписать формулу, по которой все это будет. Это законодательно должно быть закреплено. Это первое. Второе, тогда это все зашивается. И если вы просто в критерии оценки, вы просто ставите определенные баллы, прописываете и используете. Если это закреплено на законодательном уровне, но с учетом красного фаса стремится к абсолютному станицу, все человеческие факторы, и сделать все электронное, зашить все формулы рассмотрения делать тоже электронным, я думаю, что причем бы и нет, что бы не делать рейтинг, такой же рейтинг заказчиков, стоишь на практическом уровне. Вопрос включается в географии с отходом, а это проявлено механизм в нашем законодательстве. Потому что у нас даже судьи трактуются, по-своему разумею. Это вопрос доверие. А можно добавить? Да, пожалуйста, на это электронное. Вопрос со звездочками, он, конечно, такой, достаточно спорный, потому что а судьи кто? Кто звездочки поставит? Мне кажется, что так хотелось бы удержаться от этого вопроса. Да, в общем, мы должны говорить не кем-то оставленные звездочки, а качественные спорные контракты, договоры, без срывов сроков, без контрабандной продукции и тому подобного. И если как раз наши технологические прорывы позволят нам эту информацию определить и сделать общедоступную так, чтобы нам можно было в один момент оценить такой крикерий, как опыт поставщика, опыт нашего участника, то, в общем-то, тогда и звездочки не понадобятся абсолютно. Мы сможем понять, насколько он-то просовестен в своей работе, исходя из открытой информации. И если это нам в этом помогут, это, конечно, не будет. Спасибо. Я говорю, почему это вопрос? Ну, по сути дела, в общем-то, эти звездочки, они тоже вводят только в некоторых других отрасках. И мы четко понимаем, что не все умозаключения можно воспроизвести как некий алгоритм. То есть есть человеческие фронты, есть какие-то неформальные процедуры. И вот поэтому непонятно. То есть если звездочки выставляются по какому-то формальному принципу, это достаточно просто. Хотел... У нас было голосование. Очень интересные результаты получились по поводу роли государства. 50 на 50, насколько я помню. То, что государство скорее стимулирует, скорее сдерживает. Да, вот я хотел бы обратиться к участникам дискуссии с вопросом, а как вы видите вообще конечную цель государственного регулирования? То есть, ну, конечной не бывает, да, но вот какая-то там среднесрочная цель, да. Как должен выглядеть рынок где-то там, допустим, через пять? Вот. И есть ли вообще, на ваш взгляд, у регулятора рынка такая цель? Ну, я не знаю, давайте, может быть, Светлана Викторовна к вам сначала обращусь. Ну, вы знаете, ощущение, что, как бы, регулятор, вы знаете, что будет через пять месяцев. Понимаете, поэтому сказать, понимая, где он свою цель на пять лет, но мы как пользователи, да, того продукта, в данном случае нормативных баллов акций, я затрудняюсь сказать, что, может быть, кто-то где-то для себя такие и должен, на самом деле, с моей точки зрения, такие цели ставить, потому что зона ближайшего развития – это правильно, это, ну, логичный вариант развития событий, но в любом случае направленный, да, цель и полагание, к чему мы не идем, с этого надо начинать все наши действия. Хочется верить, что кто-то очень важный, очень нужный, очень главный, который принимает основные решения, вектор, понимает. Но с точки зрения воплощения в нормативных правовых акциях, которые мы имеем, я не готова рискнуть и сказать, что эта цель понятна для нас, как для исполнителей нормативных правовых акций в нашей законодательности. нужно себя и четко показать, что это так, вот где-то такой, государство делает это, потому что нам, как пользовательство, сказать, сложно. Спасибо. Антон Сергеевич, а Вы за что голосовали? Скорее положительность, скорее отрицательность. Судя по Вашему первому высказыванию. Скорее положительность, извините, я не принимал участие в голосовании. Ну, хорошо, давайте так, конечно, спрашивайте, как коллега заметил у государственной площадки, что она думает о том срегулировании, но, наверное, странно прозвучало, сказал, что это зло. Вот давайте так, с точки зрения текущей инфраструктуры рынка электронной коммерции, я думаю, что государство действительно сделало больше, чем нужно, может быть, некоторых моментов. Да, там, где не сделало, то пытается доделать, но, опять же, с привлечением. Кстати, очень правильная практика, я понимаю, что очень абсурдно. Анталия Юрьевна заметила, что принимаются какие-то законы, да, по закону карту, их нет. Да, но хотя бы хорошо, что привлекает ключевых заказчиков, ключевые кроме площадки, потому что мы создали какие-то центры компетенции, которые будут определять порядок, да, то есть детализацию того, что было написано в законе. Это правильно, без этого никуда. С точки зрения 44-223 ФЗ, наверное, сделано все, что можно было сделано, но вопрос просто убедить на уровне подзаконных факторов. С точки зрения закупок коммерческих предприятий, наверное, государство, да, абсолютно не могу смотреть, как это были попытки в том году у вас, не знаю, как сейчас, но в том году мы заметили практику попыток распространения своего влияния на рынок коммерческих закупок. И попыток применить те же самые штрафные санкции, те же самые принципы и подходы к регулированию как-то к субъектам 2.2.3 получалось, по крайней мере, в том году не очень хорошо, когда спаривали закупки крупных коммерческих предприятий, не знаю, как в этом году. Но, знаете, мне кажется, что подход, который сейчас используется государством, извините, опять, про правую экономику, но все же, то есть подписали программу и в программе сделали дорожную карту. То есть сама программа, по-моему, там 17-18 страниц, дорожная карта населения со страниц. И очень детализировано, по-квартально расписано, что должно происходить в тот или иной момент времени, для того, чтобы правая экономика состоялась. И что хорошо, что в эпикодорожной карте есть, то, что начали с того, что определяются органы исполнительной власти, которые ответственны за регулированную трудности. Органы вот такового пока нет, но, как сказал, уже есть комиссия в правительстве. А дальше пошел КПИ по созданию центра компетенции. Сейчас сложно будет очень много центра компетенции из профессионалов в той или иной отрасли. Там всего 9 программ в рамках здравоэкономики, то есть из-за охранения, в город, электронной коммерции и так далее, и так далее. В рамках каждой из этих компетенций, точнее, каждой из этих направлений создан центры компетенции, где сначала участники отраслей, понимая, что нужно для этой отрасли, как она должна быть регулирована, и какие технологии можно внедрить, они выносят свои предложения, и потом уже на уровне законодателя мы это утверждаем, ну, с какими-то там нюансами. Поэтому, на мой взгляд, те проблемы, которые мы сейчас, ну, пока еще не очень имеем, но когда будем развивать тему блокчейн активно, мы с ними столкнемся. То есть, допустим, технология блокчейна, она не предполагает возможности, вообще, в принципе, технологии не позволяет отказаться от какой-то операции. В ходе процедуры все, что помещается в распределённый рейс, там остается. Если мы говорим о каких-то полтежах, если мы говорим о 3-4 денежных средств в рамках транзакции между заказчиком и поставщиком, какой-то счёт указали неправильно, что-то пошло не так, дальше деньги вернуть невозможно. Да, если говорить о децентрализованных системах, есть там пару, условно говоря, логин и пароль, да, то есть такой ключ, который применяется для того, чтобы иметь доступ к кошельку и поместить свою информацию в цепочку блоков. Если вы этот ключ потеряли, вам никто не установит, ну и так далее. Непонятно, как сейчас регулировать применение электронной подписи в области заключения государственных закупок, ну и так далее. То есть сейчас много непонятного, пока мы справляемся, но справляемся на более таком локальном уровне. А вот дальше эту историю нужно регламентировать. Как я уже сказал, мне кажется, что тот подход, который сейчас государство на себя приняло, что сначала нужно спросить игроков этой отрасли, а потом уже принимать какие-то акты, он будет иметь гораздо больше успеха. В общем, то, что есть сейчас, и все эти совещания в Инфине, и позднее предложение по написанию законов, как бы. А вот диалог, который сейчас идет, науэрод, он эффективен? Он эффективен, но, к сожалению, он носит характер пус-фактный. То есть этот диалог надо было вести до. То есть у нас было два года для того, чтобы закон все-таки принять. Два года все участники рынка, и заказчики, и поставщики, и в первую очередь электронной площадке закон ожидали, его потом таки приняли, а потом позвали обсудить, как он должен работать. И вот мы сейчас придумываем, а как же сделать эту процедуру для субъекта малого бизнеса, как ее проводить, конкурс вот этот там, с пятью этапами, хрен его знает, никого ответа нет. А в КПР у нас до июля 2018 года все это сделают. — Евгений Анатольевич, вы согласны с этим мнением? — Вопрос непростой. На самом деле роль государства не менялась. Она как была законодательная, это исполнители судебной власти одни-таки остаются, и ничего здесь не поменяется. Мне кажется, что проблема, которую мы сейчас наблюдаем, это не столько проблема государства, или проблемы бизнеса, это проблема культуры нашей русской, российской. Что я имею в виду? Постой пример. У меня за мою практику был опыт работы с международными компаниями за рубежом. Сдаем объект. Срок сдачи — четыре года. Что делает за рубежная компания? Три года проектирует, год — быстро поставка, это конструкция, констройка, создали объект. Что делают в России обычно, не все. Проектируют год, а потом, значит, закупили, так, никто закупили, тут это не просчитали, положили на склад, закупили, еще перепроектировали. Проектная документация попозже часто у нас выходит. В итоге СОКС тоже сдали четыре года героическими усилиями, но сколько дополнительных действий было подделано, надо туда посчитать. Собственно, то же самое происходит. То, что Наталья сказала, действительно, в конце года издали закон, а потом давайте так думать, как подзаконно применять, какие подзаконные акты будем выпускать. Поэтому, мне кажется, это большой культурный аспект наш. Что с этим делать, я не знаю. На улице культуры-то уже ничего не поделать, она быстро не меняется. А вот Наталья Викторовна, вот то, что сейчас прозвучало, и Антон Сергеевич говорил, о том, что, да, есть большая неопределенность, многие вещи, которые надо было сделать два года назад, они только сейчас допиливаются, они там происходят с запозданием, но вот откуда тогда такой мощный ответ на первый вопрос интерактивного голосования, что всех волнует больше всего неопределенность, связанная с реформой регулирования рынка, да. Я так понимаю, что это не просто рабочие моменты, связанные с тем, что нормативные акты запаздывают, да, и есть неопределенность в правоприменении и так далее. И, скорее всего, это просто неопределенность с тем, какая структура рынка будет там через год, кто и как будет делать детей или нет действия. Потому что если бы дело было только в том, что, ну, вот, хорошо бы это было год назад, а делаем только сейчас, наверное, это так сильно не тяготило людей. Это бы так сильно не тяготило людей, но, тем не менее, приземляясь совсем, да, у каждого крупного заказчика есть своя внутренняя автоматизированная система, которую тоже нужно адаптировать к этим изменениям законодательства. То есть также выстроена работа с уже отобранными электронными торговыми площадками, да, с которыми мы сложились длительные взаимоотношения, пропитаны все процедуры существующие у заказчика со всеми их особенностями. И, конечно же, правовая неопределенность, а что будет, а когда курс органов закончатся или проведут отбор электронных торговых площадок, которые будут работать по 40, по, не для закупки, по МСП, 44-го закона, это порождает нервозность заказчика в плане того, что, а когда мы успеем, мы сами подготовиться к тому, чтобы наши процедуры не застопорились, чтобы и заказчики, и наши поставщики, в первую очередь, были готовы к этим изменениям, которые зарядают. Потому что если говорить о том же законе, об изменении 233-й закон, который касается МСП, то здесь вот экосистема, это, конечно, хорошо, вот о которой Антон Сергеевич говорила, вот насколько как госорган, так и самое главное, какого мы всех забываем, это поставщики, они-то настолько готовы стать частью этой экосистемы. Я вот очень много сейчас и вижу в той же корпорации МСП, по регионам, учить субъектов МСП. И когда я спрашиваю у них, в тех же частных беседах, говорю, вы вообще читали из них закон? У всех показывают, нет, зачем? А вы понимаете, что вообще вам нужно будет получать электронные цифровые подписи, вам нужно будет спать счетап банков, которые вообще никто не понимает, как это все делать, вам нужно будет полностью перевести свою бухгалтерию, там, и юристов, и всех остальных, для того, чтобы они были готовы работать с электронными договорами. А они об этом даже не знают. А что же будет в момент, когда 1-го 0-7-го нам нужно будет провести первую закупку у субъектов МСП? Все, заказчик останется без продукции. Просто. И в этом мы видим огромный риск вот этой необходимости законодательного регулирования. Наши риски, в первую очередь, в том, что мы можем остаться реально сорванным процессом закупок и обеспечением заказчиков нужной продукции. А насколько Вы вообще считаете рациональным выделение сегментов, в том числе сегменты МСП, как отдельного сегмента? Это хорошая законодательная инициатива, на самом деле, конечно же, это такой сектор, который требует отдельной поддержки с уровня государства, в том числе. В этом направлении я пункт и поддерживаю законодательный, но может быть просто эти меры поддержки нужно было искать несколько в другой области, нежели сейчас выводить всех в предусловленную электронную торговлю и заставлять делать то, к чему может быть. Ну, их никто не спрашивает, когда эту меру поддержки для них придумали. Серьезно. Готовы ли они хотят такой поддержки от государства? Это самое большое. Это, конечно, они ничего не хотят. Скажу по опыту многолетним общения, они не хотят ничего. ни прибыли, ни доходов увеличения. Точнее, хотят, но делать для этого ничего не хотят. Я бы здесь, наверное, даже тогда, я бы со своей стороны попытаюсь донести, думаю, себе это государство, что помимо того, что мы внедряем для них новые механизмы, да, все уровни государства, мы должны еще некую просветительскую работу вести в этом направлении, да, я бы, наверное, эту же просьбу адресовала бы здесь, сейчас присутствующим площадкам. Не знаю, там, кто в итоге попадет, кто в список не попадет, это вопрос более проститерный. Но, тем не менее, эту социальную миссию придется на себя взять и просвещать субъекты. Вы стойкостно стать участниками закупок вот этих вот новых, для того, чтобы в первую очередь именно оказать в этом поддержку заказчиков, не в том, как процесс производства. Когда поймем, посвятим. Да, тема, наверное, бездомная, поэтому у нас сильно углубляться не хотелось бы. Хотел обратиться к следующему вопросу, наверное, к Сергею Геннадьевичу. Вот, на ваш взгляд, в какой мере развитие новых технологий может способствовать улучшению эффективности и стабильности работы единой информационной системы? Потому что, ну, не секрет, есть определенное нарекание. По поводу единой информационной системы. Какая позиция? Несомненно, нужный и интересный проект со стороны, как для государства, адаптирования можно использовать и корпоративному заказчику, в принципе. Но понятно, что развитие, мягко говоря, его отстает, этого проекта. Мы прекрасно все понимаем, знаем, помним, что в начале года, как единая информационная система там от нескольких дней до нескольких недель не работает, заказчики волнуются, волнуются, там, наступлением рисков и так далее. По поводу развития, что хотелось бы сказать. Ну, это также система, как адрегатор, где, чем она устойчивее будет работать, чем будет получать информацию из нескольких независимых и спешников. Да, ну, то есть, чем больше точек опоры, так скажем, технологии, тем лучше стоит конструкция. И здесь, значит, эти прорывные, опять же, технологии, о чем говорили и представители площадок, о чем, в принципе, говорил и тоже в своей позиции в начале, они, значит, также постепенно интеграция. Первое. Настройте интеграцию нормальную, ну, со стороны информационной системы. Второе. Опять же, верификация, да. Все эти вещи поступательно можно развивать, ну, и, соответственно, параллельно включая технологии современной блокчейн и так далее. То есть, здесь, как и иные заказчики, мы, опять же, работаем с этой системой, да. Мы понимаем сложности в том, что ресурс очень много тратится на эти все изменения, соответственно, законодательства и на обязательства размещения этой информации. Понятно, хотелось бы видеть сервисы автоматического размещения, именно работающие, реально работающие сервисы. Со своей стороны, ну, так скажем, если взять, допустим, систему корпоративного, ну, корпоративную систему управленческого учета, да, который, в принципе, ну, известный у нас, да, основные, вот, мы понимаем, крупные заказчики ими пользуются, но понимаем, как ее очень сложно развернуть на какие-то изменения. Закон развивается быстрее. Требования размещения в ИИС, соответственно, есть. Корпоративная система не готова это делать, чтобы исключить, там, человеческий фактор или уменьшить его. Ну, и, допустим, со своей стороны пытались, ну, создать настройку над этой системой. Пусть там будет какая-то выпуска, там, в XML-форматах и так далее, да, отдельно, чтобы эта система с ERP, ERP, вернее, ну, через эти форматы взаимодействовала с ИИС. То есть, точно так же, я так понимаю, есть такие же наработки у площадок, в какой-то, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, да, но не у всех площадок есть наработки с, именно, с предоставить такой сервис заказчикам, где ERP-система не поворотливая, допустим, либо еще не развилась, а, значит, требование уже есть, идет вот человеческий фактор, там, полдежка, вот это вот занесение, занесение информации в ERP-система какая-то. Как это так? Вот уже несколько раз звучала тема интеграции, создание интеграции и так далее. Совершенно, на мой взгляд, правильное направление, но, допустим, вот, финансовая сфера, которую мы наблюдаем, там тоже есть система, проблема обмена данными, и придумали некий формат XDRL. Если там, для чайников, мы можем там загрузить данные в любом виде, и потом их загрузить и обрабатывать. Чудо как хорошо. Я даже сам купил книжечку XDRL для чайников, 400 страниц, где-то в районе, там, 300 какой-то страницы. Я прочитал, что все очень хорошо работает, замечательно, только если разработан стандарт обменных данных. Я не буду сейчас там деталей вдаваться, да? И, допустим, в США этот стандарт разработал Минфин, вложил какие-то, там, космические деньги. В Европе этим там занимались, там, органы Евросоюза. А у нас-то кто будет разрабатывать вот эти общие стандарты обменными данными? Потому что, если стандарта нет, тогда можно сколько угодно говорить, делать экосистему, а нет интерфейса. Я вот сейчас, это общий вопрос. Вот, я не знаю, кто ты готов что-то сказать? Если не готов, тогда Андрей Александровичу спрошу. Я обосновываю, потому что, если говорить о более государственных структурах, то, понятно, рано или поздно там может найтись какой-то, если задача будет составлена, найдется источник средства. А вот, если говорить о частной структуре, под это же надо будет привлечь приличные деньги. Можно ли сейчас привлечь приличные деньги на развитие инфраструктуры? Давайте. Ну, остался. Смотрите, потенциально возможно. Но, как уже много раз говорилось на данной конференции, только тогда, когда понятно, что в эту сторону что-то будет двигаться. И понятны определенные перспективы развития, понятно дальнейшее развитие. Если посмотреть на политику, там, иногда нашего государства, что уже тоже затрагивали, что очень часто бывает в ситуации, что сначала что-то сделали, потом подумали, потом внедрили, потом изменили. А если посмотреть наше законодательство, мне кажется, там, 44-й федеральный закон, в суде приходится вспоминать. Проблема его в том, что... Это первый закон, когда я увидел, что на не вступившую в силу поправку написали поправку. Ну, то есть, когда у нас... Вот такой вот момент. Поэтому привлечь возможно, когда есть перспектива, есть определенность, есть необходимость. И вот здесь есть тоже такой момент очень важный. Разница между государственными, наверное, средствами, средствами коммерческой компании. В государстве есть задача, и как бы в средствах вопрос, если эту задачу нужно решить, не стоит. А вот в коммерческой компании все немножко наоборот. Есть вот следства, вот они, и нужно решить задачу. И вот мы со своей стороны понимаем, что когда нам что-то необходимо, мы внедряем. Да, та же самая, я так вот чуть-чуть, наверное, в прошлое посмотрю. Мы электронную цифровую подпись, как площадка, внедрили в 2006 году. В 2006 году, пардон, государственного заказа еще не было. У нас был один из всего, там один был закон, связанный с электронной цифровой подписью, и тот, который не работал. То есть, поэтому мы со своей стороны вкладываем какие-то деньги и развиваем определенные вещи, но не факт, что они как бы понадобятся. И мы просто поняли необходимость в этом. Мы вложили деньги и сделали это. Сейчас есть определенные технологии, которые необходимы не нашему рынку, допустим, а зарубежному рынку, основываясь на российском опыте. И есть компании, которые вкладывают в нас деньги, или ведут с нами переговоры о том, чтобы мы свою технологию, которая уже есть, которая не пригодилась, к сожалению, для российского рынка, частично переложили на что-то. Поэтому средства привлечения коммерческой компании возможно, но с точки зрения определенности. И вот те компании, которые, допустим, какие-то средства хотят вкладывать, они понимают, что они не готовы вкладывать иностранные линии. Компании не готовы вкладывать сейчас деньги, как показывает практика, в развитие каких-то технологий внутри России, но готовы адаптировать какие-то вещи и инвестировать на адаптацию каких-то вещей, на то, в чем они видят перспективу и в том, во что они хотят развиваться. Поэтому российская неопределенность и с точки зрения законодательства, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения допуска, недопуска, списков, площадок и всего остального, она вносит определенную смуту в этот рынок, который, понятно, что развивается достаточно, как это, так скажем, коммерческая часть этого рынка, негосударственная, развивается сейчас определенной осторожностью и возникает определенная сложность с привлечением чего-либо, и даже с привлечением внутренних средств, направлений их в определенное развитие внутри нашей страны. Учитывая культурные корни, о которых говорил Евгений Анатольевич, нам ожидать полной определенности не приходится, поэтому задача у вас будет сложной. Коллеги, мы подходим к завершению нашей первой секции, первой секции конференции. Может быть, кто-то хотел бы что-то еще высказать, или добавить, или задать вопрос? Если нет, тогда я хочу поблагодарить всех участников пленарной дискуссии. Не знаю, как вам, мне было очень интересно, и объявляю перерыв, после чего мы продолжим работать. Спасибо большое.